Равнодушных нет. И как показатель в 35 школах и 52 детских садах 745 сотрудников и 1463 родители помогали справляться с последствиями небывалого снегопада. Например, картину, как мама и папа с лопатами в руках расчищают территорию детского садика номер 44 на Большой Комсомольской, можно было наблюдать с утра воскресенья. Мы понимаем, что дворники в такую погоду не в состоянии справиться с таким большим объемом, потому что у нас садик достаточно большой. Поэтому мы решили, конечно, прийти и по доброй воле помочь детскому садику. Попросили, пришли очень отзывчивые родители. Вот когда надо, они группируются и приходят к нам на помощь. Более 30 родителей пришли освобождать из снежного плена 4-й лицей на Карбышево 21. У школы есть своя снегоуборочная техника и штатные дворники. Но помощь, особенно в эти дни, лишней точно не будет. Мы прекрасно понимаем, что снег идет и идет. Поэтому уже в пятницу, зная, какие прогнозы синоптики обещали, мы обратились к нашим родителям. И это здорово, что они нам не отказали в очередной раз. Потому что это не первая встреча с нашими родителями, которые помогают нам. Я учился в этой школе, буду помогать этой школе. И сыну своему буду помогать. И в школе тоже. Хорошее дело, помочь школе. Я думаю, это как бы каждый готов. Я не думаю, что кто-то не будет, не пойдет. Потому что дети, помочь надо, естественно. Плюс тренировка. Незапланированная. Я так понимаю, что сейчас трудно. И школам, и детсадам, и всем подряд. У меня там много детей, у меня трое детей. И я детсадку везде хожу, снег убирать, когда надо. Сейчас тем более. Потому что персонала-то не хватит, чтобы это все убрать. В два дня. Управляющие компании не критикуют. Сегодня им помогают. Во дворах, где дворники и техника не успевают избавляться от снежных завалов, на помощь приходят жители домов. Управдомы тоже решили не стоять в стороне и организовали собственников жилья, чтобы они помогли своим управляющим компаниям. И люди откликнулись. Ну, человек 10, наверное, вышло. Сегодня воскресенье спят. Но вышли все равно люди. Поняли ситуацию и вышли, работают. У меня вот своя лопата. У кого нет, предоставила жилищная компания наша. Вот. У кого есть, своими вышли. Для неравнодушных жителей Апалихи воскресное утро началось с уборки дворов. На очистку территории вышло около 20 человек. Десант из жителей домов, вооруженных лопатами, усилился тяжелой техникой. Ее выделила администрация городского округа. Выделили нам технику. Выделили нам, в частности, КАМАЗ, который вывозит. И управляющая компания тоже выделяет технику в виде трактора, в виде рабочих, дополнительной рабочей силы. И хочется сказать, что справиться с такой стихией можно только всем вместе. Такие очаги борьбы и жителей Красногорска против разгула стихии возникают повсюду. У жильцов одного из домов по улице Народного ополчения добровольные субботники стали уже традиционными. Они тоже помогают своей управляющей компанией в борьбе с горами снега. Все мы прекрасно понимаем, что в такой сложившей ситуации управляющей компании надо помогать. Потому что как бы они ни старались. Вот вчера, допустим, у нас управляющая компания работала до часа ночи, вывозила снег. Ну и мы обратились к жителям за помощью. Ну, как видите, все вышли, все дружно помогают. У нас замечательные жители, настоящие мужчины, и я ими горжусь. Помочь своим управляющим компаниям сегодня вышли жители большинства территорий округа. Комсомольское, Народного ополчения, Изумрудные холмы, Отрадная, Опалиха, Успенская улица, военный городок Павшина. И это неполный список мест проживания неравнодушных и активных красногорцев.